Добрый день, дорогие друзья! С вами Фомин Алексей и компания Infinii. Здесь руководители, официальные лица компании Infinii. У нас сегодня совершенно уникальное событие. И также я сюда пригласил наших выдающихся партнеров компании Infinii. И я хотел бы начать с того, чтобы подключить к разговору Брайана. Брайан – это руководитель компании, он отвечает за международные продажи, за вообще всю деятельность в плане маркетинга, и это человек с большим опытом работы в сетевой индустрии, больше 20 лет. Он не понаслышке знает, как строить MLM-компанию, и сегодня я хотел бы познакомить его с вами. Брайан, я очень быстро пригласил себя в русский язык. Если вы говорите о себе по собственным словам, то я буду переводить. Хорошо, спасибо большое. Это приятно быть на этом звонке. Всем привет. И Брайан говорит, что он больше 15 лет занимался сетевой индустрией и открывал страны для сетевой индустрии по всему миру. Это больше 45 стран, для которых он открывал бизнесы. И он помнит время, когда он был в Москве, и помнит, как он там был рядом с Кремлем. И он открывал бизнесы в России и на Украине, имея дело с продуктами, с физическими продуктами. И его опыт работы в этих 45 странах показал, что все равно все сводится к тому, что работа ведется через лидеров, и это именно лидеры определяют успех работы компании. И он также понимает, что есть определенные моменты, на которых нужно сфокусироваться для того, чтобы компания была успешной в достаточно длительный промежуток времени. И то, что на сегодняшний день, за что он отвечает, это за то, чтобы в компании все проходило гладко, например, от регистрации новых партнеров до работы всех серверов, чтобы все работало как часы. И он понимает огромный всплеск интереса и развития, которые сейчас происходят на русскоговорящем рынке. И я понимаю, какого размера нужна поддержка, лидерство и организация этого всего процесса. И с учетом того времени, которое мы тратим на развитие этого всего бизнеса и развития этого всего бизнеса, мы хотим обеспечить, чтобы все соответствовало тому, что мы запланировали. У нас совершенно замечательная команда руководителей здесь, то есть мы движемся. Without those, any network marketing company will not survive. И без такого подхода ни одна сетевая компания, ни один бизнес не выживет. I'm very happy that after years of working with Nadia, she has agreed to join us. In five years, I don't ever think I've seen her in a bad mood and she's always helping me be friendly and very helpful. И за последние пять лет я ни разу не видел надежду, чтобы она была в плохом настроении. Она всегда отзывчива и всегда активно помогает во всем. We are also realizing and recognizing we need to bring out additional staff. И мы также осознаем и понимаем, что нам нужно привносить дополнительные моменты в бизнес. And we are currently talking to two individuals, one of which speaks German, Czech, Russian, and English. И также мы хотим подключить в бизнес еще двух людей. Мы сейчас переговоры ведем. Один из них разговаривает на немецком, английском. Brian, what else? English, German, Russian. And Czech. И чешский язык. Yeah. So, this is my first call. This is my first intro. I'm very excited and very happy to work with you all. I wish I had a way to show you some of my great pictures from Moscow. И на самом деле это первое выступление, такое публичное в прямом эфире. Он хотел бы, конечно, показать вам замечательную фотографию, когда он был в Москве. Whenever it is, I'm very much looking forward to going back and meeting all of you at the Russian opening. И также он хотел бы каждого из вас встретить на таком большом мероприятии в Москве, на открытии, на таком большом открытии в России. Thank you so much. And I'll turn it back to you. И он благодарит за такую возможность здесь познакомиться с русской аудиторией и передает микрофон обратно мне. Thank you, Brian. So, this is amazing. Thank you for that you, we see here you on this broadcast. It's amazing. I appreciate that. You don't hear from me often, but we are doing so much for you. We understand the support. We understand the market potential of Russia. And we're very excited. И он также благодарен, что он здесь, в этом эфире. Он хочет сказать, что на самом деле мы понимаем масштабы бизнеса, которые мы открываем в России. И это очень вдохновляет и воодушевляет всю компанию Infine. Thank you. Yes, thank you. So, at this point, I can switch to Ken, I think, right? Or, yeah. So, Ken, go ahead, please. Oh, I don't hear you. Okay. Alex, can you hear me now? Yes. Okay. What I wanted to do before that is actually have Brian kind of guide everybody through, you know, what the next 60 to 90 day looks like from his master plan of what he has all the different departments doing inside Infine. Because it's a key factor, and then I can touch on the basics afterwards. Okay. Okay. So, на самом деле, Ken сказал, что он хочет, чтобы Brian поделился о том, что нас ждет в ближайшие 60-90 дней. Это то, что мы с вами не видим, но то, что сейчас создается за кулисами компании Infine для нас на всем рынке. И после этого, Ken пройдет уже по деталям. И Brian хочет сказать, что в ближайшие дни он хочет сфокусироваться на том, что весь функционал все замечательным образом работает. И мы в Хьюстоне все представители компании, руководители встретились буквально две недели назад. И мы для себя определили количество задач, на которые нужно сфокусироваться прямо сходу сейчас. И две самых важных задачи – это общение. Обучение, коммуникации и обучение людей. We have started to roll out a standard weekly schedule of recruiting calls, opportunity webinars and Saturday trainings. И мы таким образом запрограммировали, запустили на еженедельной основе для рекрутирования презентации, специальные звонки, на которых люди могут тоже как бы… То есть, ну, как бы для продвижения звонки. И также запланировали обучение людей в интернете. И также очень важно, мы понимаем, что перевод материалов – это основная составляющая для того, чтобы быть успешными на… Ну, допустим, иностранные рынки, как Россия, чтобы люди преуспевали, им нужны переводы. I have obviously been to Russia, I've been to Germany, been to many countries, and the Cyrillic language and the Cyrillic alphabet is obviously extremely difficult for anybody to read. And where, if it's in German or Spanish, using the same alphabet, obviously Russian is much more difficult. And believe me, I put myself in your shoes, trying to understand how you would conduct your business. И он хочет сказать, например, что, естественно, например, немецкий язык, он имеет схожие, например, там, буквы, а русский он совершенно другой. И поэтому он понимает, он находится, ставит себя на ваше место и понимает, с какими трудностями мы сталкиваемся. И поэтому он осознает, что нужны переводы на русский язык полностью. A lot of how I manage my day-to-day both high-level strategy and individual tasks that need to be accomplished. are done with the thought of having, whether it be one or one thousand people in Russia, I make sure that we provide the tools and training you need to be successful. И также он понимает, что неважно, там, одна тысяча представителей в России или один, это имеет огромную важность, и это должно быть сделано. То есть он это понимает. So please understand that even though we're thousands of miles away, every single thing, including reports, opportunity presentations, webinars, and other supports that you need, is something we're working on probably 18 to 20 hours a day. И все, что касается идеальной работы, относящейся к службе поддержки, перевода материалов, вебинаров, презентации с возможностью посещения нашего, подключения к нашему бизнесу, обо всем об этом мы заботимся, и все в наших планах, что все переведено. So my approach to the operations is building the foundation of training tools, a working website, and reports that you need to manage your business. И на что сфокусировано его внимание, это построить солидную такую основу, например, это служба поддержки, это презентации, и это обучение, то есть три основных момента. And you have, Nadia, have they seen the opportunity presentation in Russian yet? No, we have seen these slides translated to Russian, yes, but we have not started to make them leave for now yet. Okay. A lot of the translations for the videos, website, PowerPoint presentations, those should all be done very shortly. То есть, Брайан говорит о том, что материалы для такой широкомасштабной деятельности в ближайшие сроки уже будут окончательно переведены. Что касается проведения презентации, у нас слайды уже есть. The second piece of the foundation for making sure that you have a sustainable business is to ensure that all of your payment mechanisms, both incoming and outgoing, work properly. И следующая важная составляющая нашего успеха, это, что операции по переводу денег, как оплаты, так и выплаты комиссий, что они работают гладко и без всяких проблем. Once we have the basic foundational pieces so you can conduct your business, then we start making improvements. И после того, как основные фундаментальные вещи имеют, то есть они все подключены, работают, после этого мы можем делать уже менее значительные улучшения. We want to make sure that you have the reports that you need on the recruiting side to make sure your partners can join and be successful as well. И также для нас очень важно, чтобы составляющая, например, отчетов, она была в бэк-офисе, и вы видели всю статистику и аналитику для того, чтобы вы могли управлять этим бизнесом и подключать большое количество новых партнеров. Everything that I'm talking about, I anticipate being completed before the end of the month. И все, о чем я сегодня сейчас вам только что обозначил, должно быть сделано до конца этого месяца. From then, once we get to that point, where everything's done, working, we then need to start a corporate communication schedule with the Russian-speaking market. И после того, как эти моменты мы запустим, они все отлажены и работают, мы дальше начинаем запускать систему методичного общения между компанией и с русскоязычным рынком. То есть у нас будет какая-то система общения. I'm assuming Ken is working with Alexi on the setup of Super Saturdays and any regional training that you'll be doing for recruiting. И также мы планируем с Ken, что мы будем делать каждую субботу специальные мероприятия в интернете, для того, чтобы расширять много новых партнеров, привлекать в бизнес. И так как мы постоянно будем сейчас добавлять новые инструменты на пакетах за 50, за 150, за 400 долларов, We also anticipate rolling out some promotions that corporate can support over the next 60 days, in order to boost sales or expand recruiting. И также мы собираемся делать больше специальных программ, ну, знаете, как промоушен, какие-то специальные акции, которые позволят увеличить продажи в ближайшие 60-90 дней. Once that is completed, we have additional, we call it the InfiniEye ecosystem, different modules and tools that we'll be adding such as content and others to expand your business. И дальше мы начинаем расширять всю эту систему. Мы ее называем экосистемой InfiniEye, то есть специальная такая экосистема, которая будет дальше развивать и расширять наш бизнес. И то есть то, что мы сейчас в ближайшее время сфокусированы, это сделать так, чтобы в долгосрочной перспективе бизнес имел надежную основу. И дальше, в течение следующих 30 дней, мы добавляем больше и больше инструментов, специальных инструментов уже в бэк-офисе на вот эти наши разные пакеты, для того, чтобы уже динамика расширения бизнеса у нас росла. And we're hoping to put a date on the calendar when we're able to get out to Russia and meet everybody in person. И также мы хотим после этого, мы хотим сделать специальную дату, определить специальную дату, когда мы уже сделаем большое событие в России, на которое можем все съехаться и сделать там несколько многотысячных мероприятий. Most importantly, this is very important. I talked to Ken about 300 times a day. I talked to Nadia about 350 times a day. If there is anything that you have questions about, if there is anything you need support on, if there is anything you would like to see improved, we are very good at listening to the field to make sure it can be supportable, make sure it can be rolled out and make sure it works properly. And I would say let's schedule this again. Again, in the beginning of February, where I can provide you all of the updated information on the tools, techniques and everything else that's been translated and available to you. And I would like to work with Nadia to put together a PowerPoint presentation. And, you know, Ken asked me to join to just give you some updates, but I think it would be more out of respect for the people on the phone. I'd like to make a full presentation to the Russian-speaking community. Thank you very much. Thank you, Ryan. I'm very excited. You made this very big vision of the whole thing, which we don't see, but you shared with us. I appreciate that. And I tell you, in February, when we have that meeting, maybe like the fourth or fifth, give us a couple of days at the month-end to get things wrapped up, I would be thrilled and excited to put out a full presentation, because I think you'll be happy to see what we have accomplished. Not what we said we're going to do, but what we did. Thank you, Brian. Thank you so much for sharing with us this... It's been busy, but we have a really good dedicated team, so as well you do as well. Thank you so much. Yes, thank you so much. So at this point, I will give the microphone to Ken and... Brian, thanks again, man. Thank you, Brian. Yes. Спасибо, Brian, большое за это. Друзья мои, вы знакомы с Кеном. Кен это возглавляет отдел по... То есть он также помогает людям строить большой бизнес. Он отвечает за все моменты в компании, которые связаны с... Ну, так скажем, с юридическими моментами, связанными с оптимизацией работы всего бизнеса. Я просто нужна трансляция, Алексея. Я просто... Открываю свою подробно так. Я говорю, что... Продукат или поведение с ними... То есть земля для вас hear the question and then I'll give the reply okay 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 then let's go recently I received this question that we have different type of bonuses before we used to have this $600 bonus and now we switch to a different type of commissions so can you a little bit explain why and what is the idea behind this and why it's better what we have now absolutely we'll start off talking about the beginner bonus and the beginner bonus as it was originally set up is that we took a full six percent of the global business volume for Infinii and we put that into a pool and we had an initial qualification that said that once you went ahead and enrolled two people and had one on your left team and one on your right team that excuse me you were then you were then qualified to participate in the pool which it was a great concept and great idea but what we saw in the first pay run is that we had pushed nearly $80,000 into the pool but that there was such a large qualification group going in the average person was going to only earn eight to $12 and it just obviously was not what we wanted it to be for the people who are out there doing the work so Hitesh and the entire executive team we sat down we said okay how do we take this large amount of money and really drive it so that in the first 30 days people can you know cover their expense initially especially if they're a prime or surge and even if they're at Excel and even take it one step further so that if they bring in some serious people who duplicate the process that they could earn up to $1,400 out of the bonus within the first 30 days in addition to obviously the fast start binary pay etc so as we started going through the numbers we also identified one other thing Alexi is that a lot of people were misunderstanding it as that they would be able to access $600 per month or in their first month and what happened is at the prime there was a $600 cap on total possible earnings in the initial beginner bonus so there was no guarantee on what you would earn and I know I'm going very long here so I'm going to stop and let you translate that I want to start with the fact that Ken asked me just to ask questions for me to ask them to be able to answer I asked the question that I asked the question that everyone is interested in for example we have a situation where in the beginning for a novice there was a bonus $600 and when you connected two partners you сразу qualified for a bonus $600 and недавно the company did an update of the system and we отказались от этого бонуса и у нас совершенно новая бонусная программа для новичков я попросил Кена объяснить что это означает почему это так и чем нам это хорошо и Кен дал мне такой ответ на эту тему дело все в том что изначально был этот бонус и как он работал 70% от комиссии компания выплачивает дистрибьютором и 6% от этих 70 компания начисляла на вот этот бонус для выплаты людям вот этих 600 долларов это как бы был фонд который распределялся и компания начала работать и первый допустим первый фонд составлял 80 тысяч долларов и когда компания разделила на всех людей которые квалифицированы на этот бонус получилось что каждый дистрибьютор в среднем кто квалифицирован получит там от 8 до 12 долларов за по этому бонусу и компания посмотрела что это очень маленькие деньги и хитаж сказал мне ребят нам надо сделать так чтобы люди на самом деле пощупали деньги в самом начале особенно они могли заработать деньги и оплатить например первые расходы на пакет например за 50 долларов за 150 чтобы они сразу могли вернуть свои деньги и даже заработать экстра деньги и также чтобы была прозрачность вообще сколько люди заработают за какое-то определенное количество работ которые они делают и в связи с этим компания пересмотрела этот бонус и сделала специальный бонус в течение 30 дней когда вы например подключать определенное количество партнеров например за каждые 200 очков получать там 50 долларов у нас есть эта схема по которой получаете и в целом а люди могут зарабатывать несколько сот долларов сразу сходу имея этот бонус и также там есть у нас второй бонус за командную работу то есть в целом а получается что в самом начале люди могут заработать совершенно реально и деньги они знают за какую определенную работу то есть чтобы не гадать а имела имела было все прозрачно и понятно it would have been easier for us to stay from a company perspective with the original бонус и и кем говорит что для нас как для компании было бы выгоднее например оставаться на предыдущем бонусе который вот изначально был ходил с rope because it had a set amount that went past that Sarah has kept at that we knew only six percent would be paid out to that No matter a matter have many people qualified in the pool it would just speak equally divided however the numbers just were simply not what they needed to be so the company is taking on a a further of financial hit on this because То есть, на самом деле, с точки зрения компании, допустим, было бы выгоднее, например, просто оставить все как есть, платить этот бонус 600 долларов, потому что мы, как компания, знали бы, что всего 6% идет на выплату этого бонуса людям, и мы за рамки этого не выходим, но когда мы увидели, что люди получают совершенно незначительные деньги, мы поняли, что нам нужно, на самом деле, поменять эту ситуацию, сделать ее, развернуть ее лицом к людям, чтобы люди получали более прозрачную, более понятную и большую сумму денег. Дальше, в самом начале, по старой схеме бонусы был ограничен до максимума 600 долларов. И в самом начале, по старой схеме, вы получали на пакете за 50 долларов на прайме, вы могли получить только, бонус этот ограничился 600 долларов, то есть вы не могли получить больше, чем 600 долларов. И на пакете за 150 долларов по старому бонусу вы могли заработать только 1200 долларов. И на сегодняшний день мы увеличили вот этот лимит, и, например, на пакете Prime за 50 долларов, то есть сейчас вот это ограничение сдвинуто с 600 долларов до 2000 долларов, то есть человек, который зашел на пакет 50 долларов, он может заработать до 2000 долларов бонусами. И так же теперь нету никаких догадок о том, сколько вы на самом деле заработаете, потому что вы можете зайти и посмотреть табличку, на которой есть расписано за какой объем работы, какой работы, какие бонусы вы получаете, и вы можете запланировать свою такую работу, сделать эти цифры и получить точные комиссии. Также, если вы не получаете ничего, то есть вы не получаете ничего не получаете от этого, мы reset все старт-клокку, если вы уже приехали, чтобы вы начали , чтобы вы просто провели в 30-дюй и в пол-тюйе. Если вы получаете на пакете, то есть сейчас мы даем в деталком плане, вы увидите что это первая часть И на самом деле, те из вас, кто не квалифицирован, допустим, вы подключились раньше, допустим, месяц назад, и вы еще не квалифицированы для получения денег по этому бонусу, компания сделала шаг вперед и переставила часы. То есть мы сделали этот бонус не 30 дней, то есть обычный бонус, он с даты регистрации 30 дней, но те из вас, кто подключился раньше, компания сделала, знаете, переставила часы и в новую единицу времени начала отсчет этих 30 дней для вас. We were also scheduled, and I'm going to defer to Brian on this one, we were scheduled to have the, you know, the beginner бонус payout visible today for those that qualified, as well as the paid-as rank in the back office. So Brian's not expecting this, but I'm throwing it to him in an open circuit right here to see if that work has been completed. I would have to check with the test. Okay, I didn't mean to do that to you, Brian. No, it's okay. I mean, I would answer if I had the answer, but... И также Brian сейчас уточнит, и как быстро мы сможем с вами видеть в back-office, какой размер вашего бонуса, вот когда вы подключаете новых людей, то есть это первый бонус, бонус новичка. И также в back-office сейчас Brian постарается прояснить, ответить нам, да, когда вы увидите свой статус карьерный, который вы закрыли. Сейчас он там проверяет какой-какой момент, и я надеюсь, он нам сейчас сообщит об этом. We will be sending out a corporate update email covering a lot of this, and you're going to see that in the back-office, if you go up to the top right-hand corner, where your picture is, or the image with your name, and if you clicked on that, you'll see some drop-downs in there once it populates, and I do believe that'll be today. И также Кен говорит, что у нас в back-office, там, где у вас есть фотография справа, там будет кнопка, на которую вы нажимаете, и вы увидите вот эти обновления, которые компания делает, то есть там будет сообщение. И также компания разошлет по всей структуре emailы со всеми новостными обновлениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Okay, the next item, Алексей? Next item is people are concerned about this springboard, and they're kind of concerned that they have on the prime only 15 products, which are, let's say, if the product, so they're afraid that this is not enough money to cover the expenses, like let's say $50 or $150 if they own a bigger package. So it cannot be somehow extended or the amount of products increased. So for those people who are on the international market or they have not opened eBay account because for three months there is a limitation, you know, which is created by Amazon and eBay, so at least at this point people have a bigger option to make a little bit more money so they're kind of profitable, you know, because you've got the idea. Well, let's say you bought the product for $0.50 and you sell it for $8, you're kind of making $90 and you spend $60 on this prime and membership fee, and then you're just people asking what is the business. It's like $30 business. A little bit explain the vision, how important springboard, what small tiny part of this business like that this is not the main business, you know, springboard, the whole vision about this, so how we can extend the amount of products you said earlier that it is maybe $2 for extra item to be sold, you know, this thing. Springboard was really initially designed for our international members because, you know, Hitesh, our CEO, recognized that it's not as easy for our international partners to start off with eBay and Amazon as it is for our members and our partners within North America. Я задал вопрос Кену по поводу springboard, потому что людей беспокоит, например, что на пакете Prime за $50 мы имеем всего 15 продуктов, и люди задают вопрос, как быть более-менее прибыльным на этом, если мы, например, купили продукт за 50 центов, продаем его за $8, как вариант, например, да, человек зарабатывает там 90 долларов, если он такой дешевый продукт выбирает, как сделать так, чтобы иметь больше продуктов, и это на первых порах выглядело более прибыльным, до момента, например, когда, вы знаете, там 30 дней у вас и Amazon и eBay делают вам период полной верификации, чтобы снять с вами вот эти первые ограничительные меры. То есть, как вот я задал вопрос, как вот в этой ситуации. И Кен начал отвечать, и он говорит, что изначально Springboard был задуман в компании, как площадка для людей, которые живут в других странах на международном рынке, да, не тем, за рамках, ну, не в Америке тех, кто живет, да, сделать так, чтобы людям было легче начать торговать, вообще подключиться или к электронной коммерции. И Кен говорит, что у нас уже сейчас 60 тысяч партнеров подключено только на бета-версии. То есть, еще до такого старта компании, у нас уже на бета-версии 60 тысяч партнеров подключилось. And with that, we saw an enormous interest in Springboard where people really focused on that, believing it was the primary thing that they were going to focus on. And it was never intended to be that. It was intended to be exactly what the word Springboard would mean, which is to, you know, spring into your business, to start your business, and to have a process where you're beginning to get in profit, while at the same time we begin your eBay and Amazon business. То есть, на самом деле, очень многие люди сфокусировали свое внимание и направили такой большой интерес к платформе Springboard. А на самом деле, изначально Springboard задуман как трамплин, как нечто большое, как вспомогательный инструмент, чтобы помочь вам выскочить на орбиту большого бизнеса, то есть, чтобы вы могли начинать уже делать продажи на Амазоне, на eBay. То есть, именно так он был задуман, как какой-то маленький рычаг, который выбрасывает вас на большой бизнес. So, it was frustrating for the executive team to see a lot of the North American membership that Springboard wasn't intended for pour into it and participate so heavily. And it's certainly their right to do so, because it's in the back office. But what that has caused is for us to have to go back to the drawing board and find a way to make this an efficient system for our international members so that, again, we can ensure that they start off, can spring their business, which, again, was the name of the Springboard, spring themselves into business, see some initial profit and belief in the platform while they actually go through our back office training on eBay and Amazon. И, на самом деле, Springboard никогда не предполагался для людей, для партнеров бизнеса, которые находятся в Америке. Изначально задумка этого Springboard была для людей, которые находятся в разных других регионах, в других странах. И, на самом деле, то, что такой бешеный интерес стал проявлять Springboard именно на людей, которые живут в Северной Америке, на самом деле для нас это определенный показатель. Мы увидели теперь, что нам нужно… Мы не можем их винить, потому что они имели эту систему в быковсе и все сразу стали этим пользоваться. И, тем не менее, мы для себя видим, что нам нужно доработать эту систему с тем, чтобы на самом деле люди, которые находятся в других регионах, могли с успехом этим пользоваться и на самом деле стартануть, как бы сделать, ну, затрамплинить, что ли, этот свой бизнес. То есть, изначальное определение этого слова, этой площадки, сделать большим бизнес с маленьких вот этих шагов. Ну, с тем, что мы увидели огромный success с Springboard, потому что это делается именно то, что это было сделано. Однако, вы знаете, что у нас было $800,000 что корпоративно пали для того, чтобы получать первое предложение из специализированных продуктов с тем, что мы договаривали, как мы постали эти продукты, то они сразу же появились. Я имею в виду 4-8 минуты before whatever we load in ends up getting pulled off and people purchasing. So the issue really isn't even the number of items, 15 at Prime, etc., because you can go in and pay, after you use your 15, you can go pay an additional $2 for a user fee, and you can keep ordering additional items. And we did that so our international members could continue to participate in Springboard at a higher level. It's not a problem, because if a person wants to increase the number of products, then there is just a $2, and a person can increase the number of products, which he sells, like 30 or 50, or how many of them. Can I ask you very quickly the question, until I don't forget it? Yeah, go ahead, Alexei. I was going to hit one for you. I have a question. We still don't see in our book office whether the item is sold or not. It's kind of, this part of the report is missing for now. So just a little bit on that point. Yeah, the entire tracking platform is being put in, because one of the things that Brian, Hatesh, and our entire executive team wants complete transparency, so you can see everything being moved from A to Z. Each item within Springboard has a number attached to it, so it's a tracking number. So it's not just like we pile a whole bunch of things over Amazon, and then we, you know, just throw a lottery game to see, you know, which one we pay out today. Your item is specifically tracked, you know, with an order number that's assigned to you. I asked a question to Ken about the fact that we still don't see in the book office, which we still don't see, which elements of our products on Springboard are sold, so it's a system of accounts that we still have in the book office, and Ken said, that Brian and the whole corporation now have... In general, the idea is that there will be an update, which we will soon see, and you will be able to check out every product, and the system is made like this, so that every product that you choose, has a number of investigation. And here it is not so that we sell on the market a whole bunch of identical products, and this is like a lottery, and which product is sold, which is sold, which is sold, which is sold. No, in fact, every item, which you choose, has a own identification number. And when he is sold, you see in the book office, that this product is sold, which is sold, and you can follow the dynamic of all the sales. And this is a system of accounts that will soon appear in the book office, and Hittash, and all the companies... So, now, the attention is aimed at the fact that it is done, and you will see it, and it will be transparent. Something that's very important for everyone to understand is that Infinii and the leadership will get these things, as our CEO, Brian, was just talking about. We'll have all these things defined and ready for systematic coverage, probably within the first week of February. But I would like to remind everyone that they need to have complete faith within Infinii, and especially within our CEO, because he's already been running DSD, which was DS Domination for two years, that did over $2.4 billion in online sales, and he is globally regarded as one of the top five premier e-commerce experts. So, we have the best person possible guiding us through this platform ChangeOver. And, on the other hand, this system of accounts will be connected to our back-office in the first week of February. And he also wanted to say that the director of our company Hittash is in the fifth of the best people of the planet, best people of the planet, best people of the planet, in the electronic commerce. So, in fact, we have a mega-specialist, who leads our company, and he wants to remind you, that on the previous platform, whose name was, DS Domination, товаров было продано более чем на 2.4 миллиарда долларов. And it's a system that worked, and we're now just in the new phase of our business. And the last point before, I'd like to defer back to Brian, to touch on this a little bit, would be that if somebody had paid last month, for example, for their Prime membership, and they were not able to participate in the springboard or access the products, because they were disappearing so rapidly. And they did not lose their 15 credits. Those 15 credits were applied on top of this month's, which would be an additional 15. So they actually have 30 available credits to utilize. And after you answer that, Alexei, if you would, defer back to Brian, so he can touch on a couple points, please. Okay. And also, Ken, a very important point. If you, for example, you have paid 50 dollars, but you don't use the platform Springboard, you don't use your 15 products, you don't use your 15 products. And then, if you, for the next month, they will add 15, which will be available in the next month. So, for the next month, you can already have 30 products and use your non-realized products, which you, for a reason, and then, if you, for the next month, you don't use your 15 products. Thank you, Ken. So, I give the microphone to Brian back again. Okay, all right. We don't hear you. I just was typing up some things to Hitesh to get some updates, and he's typing me right now. The advanced beginner bonus, accelerated beginner bonus, is now visible in the back office as well as ranks. Those should be visible in the back office. So, already, I'll see you in the back office, and to see you in the back office as well. And I want to make sure... I'm sorry? That's exciting news. Yes. Yes, it is exciting. You know, I want to reiterate something, И на самом деле, Брайан хочет немножко дать больше данных по поводу того, кто такой хитерин. И, например, до возраста 12 лет, то есть, когда ему было 12 лет, он хотел, например, быть самым молодым специалистом компании Microsoft, то есть, человеком, который имеет там полную сертификацию, как я понял, от Microsoft. И также он говорит, допустим, если в декабре вы использовали из 15 продуктов только 6, у вас осталось 9 неиспользованных. Эти 9 неиспользованных переходят к вам плавно на январь, и вы можете их использовать, свои эти 9, плюс к тем же 15, которые опять у вас появляются в январе. И на самом деле, такой функции уже не будет в феврале, поэтому воспользуйтесь вот этими кредитами, которые вы сейчас имеете, с тем, чтобы вы воспользовались вот этим преимуществом, которые сейчас компания делает. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Когда мы увидим легальный способ, как это все делать, чтобы это было в рамках закона, мы, естественно, все это запрограммировали таким образом, чтобы люди могли, если тоже такой возможностью, пользоваться. Спасибо, Кен, за ответственность на эту вопрос. Я получил месседжмент. Но для этого я могу перейти на следующую вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 We're very sensitive to the fact that everybody wants their corporate replicated websites. And the development team that was already supposed to have those delivered, trust me, Brian, as well as Hitesh and the rest of our executive team, has very much lit a fire under them for the delay in delivery. And it's had to do with some graphical interfacing with the original development mode that the И на самом деле, это очень важный вопрос для компании, потому что мы хотим сами дать людям максимально быстрее вот эти сайты для работы, запустить их уже, чтобы люди ими могли пользоваться. И все заняты сейчас активно тем, чтобы это максимально быстро запустить. Основной момент это с дизайном этих сайтов и с видеороликами которые на этом сайте должны быть. И поэтому здесь работа в этом направлении ведется, и в ближайшие сроки каждый получит такой хороший, шедевральный, красивый сайт. So we anticipate this to be solved or resolved, I should say, very shortly. And we're hoping so that certainly within the next four to five days we possibly have that resolved. But one thing that we've learned, we don't want to give a deadline and then fail to meet that deadline. So your understanding in this matter we greatly appreciate. And that's why we've released the other replicated links, so that you have a funnel system in place. И на самом деле мы могли бы вам сказать, что мы это сделаем в течение четырех-пяти дней, по прогнозам это так и будет, но тем не менее мы не хотели бы оказаться в ситуации, когда мы сами загоняем себя в угол, объявляем какую-то определенную дату, с которой мы сделаем это, а на самом деле мы не успеваем по каким-то техническим причинам, поэтому мы работаем в этом направлении. И тем не менее, что уже сейчас мы предоставили людям ссылки на определенные воронки, которые вы можете уже сейчас использовать, и там есть определенная ссылка, которую вы сейчас также можете использовать для работы. То есть Брайан еще также сказал, что в течение недели у нас будет очень большие обновления в back-office, это касается самого back-office, это касается самих инструментов, это касается перевода, и как раз он еще раз упоминает о том, что в начале февраля мы сделаем также большую запланированную встречу в прямом эфире, на которой отчитаемся о проделанной работе. Брайан, спасибо. Брайан, спасибо. Брайан, спасибо. Брайан, спасибо. Брайан, спасибо. И Алексей, один quick thing for the field to realize is that just in this short period of time, Infinii has already paid out over a million dollars in commissions to the field. So it shows you the power of the Infinii Rewards Plan, which gives 70% of the money back into the field. So at the same time that we've been grateful for everyone's patience, I think most people would recognize that there isn't another opportunity that is so attractive and pays so well in the industry. Plus, although Infinii is a new opportunity, it's not a startup. It's over a two-and-a-half-year-old company that has over 2.5 billion in sales through its membership already behind it. So you've got the opportunity of a startup without the risk of a startup. Yes, yes, yes. Кен также подчеркивает очень важный момент, что за короткий промежуток времени, с того момента, как мы только что открыли новый компенсационный план, именно сетевую составляющую бизнеса, мы выплатили людям комиссии уже около 1 миллиона долларов, то есть это уже выплачено, то есть это большая сумма денег, особенно взять в расчет, что мы только начали этот бизнес. И мы на самом деле подчеркиваем здесь, что мы людям хорошо платим с самого начала, то есть многие другие бизнесы, они идут к таким размерам комиссионных своим дистрибьюторам долгими месяцами. И также он хотел подчеркнуть, что мы не стартап, мы компания, которая уже работает на рынке 2.5, то есть больше 2 лет. И еще раз, что мы провели торговых операций на 2.5 миллиарда долларов и выплатили людям комиссионными больше около 400 миллионов долларов. То есть та возможность, которая у вас здесь есть сейчас, что вы, как бы это обозначить, что вы не в стартапе, но вы в новой фазе этого проекта. То есть и вот это позитивная особенность этого момента. И так же очень важно понять, что такую платформу платформа на сегодняшний день нигде не существует и никогда не существовала в мире. То есть наша компания отличается от обычной сетевой компании. Я сейчас объясню, чем. В обычной сетевой компании они нанимают какую-то компанию, которая им предоставляет программный продукт, который просто отслеживает продажу товаров с полки, со склада. И все, ведется простой элементарный учет, и все. На самом деле то, что есть у нас, это гораздо сложнее, интереснее, серьезнее. И сейчас он хочет объяснить, насколько это. И на самом деле мы хотим сказать, что Хиташ – это уникальный программист, это просто гений, который в 12 лет, в возрасте 12 лет прошел всю сертификацию Microsoft, и также у нас здесь работает Брайан, это уникальный человек, который уже тоже в индустрии интернет-бизнеса уже не один, уже порядка 15 лет, как мы об этом говорили. И то, что сейчас происходит, это построение уникального бизнеса, который до сих пор такой модели не существовало. И то, что мы сейчас говорим, что это непростая система учета товаров с полки и количества новых партнеров – это нечто другое на новом высоком уровне. This has to track, with full transparency, even while right now the point-to-point or dollar-to-ratio payout that's done on the membership platform, there is a massive amount of business volume that will be flowing through the membership's e-commerce sales. There was no network marketing software on the planet that was able to, that we could have built on or bolted on a system to do this, which is why it's had to been built by scratch. И то, о чем мы говорим, что здесь мы создаем платформу с нуля, просто с чертежа, которая этой платформы не существовала на планете до сих пор. Что делает эта система? Она не только учитывает очки, которые люди генерируют от компенсационного плана, подключая новых партнеров и так далее. Здесь ведется учет всех продаж, прозрачный, понятный учет всех продаж и всей деятельности, которую люди генерируют на платформах торговой коммерции, там Amazon, eBay, и все превращается в специальные очки, которые учитываются в распределении комиссий. То есть, например, те продажи, которые делает человек на Амазоне, продавая разные товары, компания учитывает этот объем продаж, переводит его в очки, и потом эти очки начисляются в комиссионный и выплачиваются в сеть. То есть это гораздо серьезнее и больше вид активности. Продолжение следует... Okay. И то, что мы осознали на самом деле, что мы здесь как руководители, как программисты, как люди, которые управляют этим здесь бизнесом и строят эту модель, мы на самом уровне это понимаем, и мы осознали, как сказал Брайан, что нам нужно, это доносить это сообщение до людей, потому что мы это понимаем, а люди должны тоже это понимать, и тогда это им поможет видеть глубину всего этого бизнеса и принимать в этом участие. И поэтому мы как компания собираемся регулярно проводить такие информационные встречи для того, чтобы доносить вам ситуацию о том, что происходит на самом деле. И на мой взгляд, это целая революционная система, которая раньше не была ни в одной MLM-индустрии и не была даже в электронной коммерции такой вещи. Поэтому здесь нас на самом деле ждет великолепная возможность, которая раньше не существовала. То есть, как он сказал, это революционный переворот в индустрии MLM-бизнеса и переворот в индустрии электронной коммерции. So, each of you right now are positioned at the very beginning of what's going to become a monumental movement within this industry. The other individuals and companies that are doing whether it's juices, coffee or anything else, they have constant they have constant competition from other sources. understand that as this platform is finished there will be no competition in the marketplace for you or your teams. осознать очень важный момент, что если в других компаниях, например, сетевого бизнеса, они выпускают соки или кофе, у них постоянно они сталкиваются с какой-то конкуренцией, купить этот сок или другой сок. А здесь, в рамках этой программы, у нас нет никаких конкурентов. То есть, вы получаете сразу серьезное преимущество работы на рынке, где нет конкуренции. И от этого выиграют и вы, выиграют все ваши команды, все ваши партнеры. То есть, это совершенно серьезная заявка. And, Алексей, you yourself, by visiting our corporate warehousing, have seen the amount of success already that we're having just because the products come in, they turn around, they get in the Amazon warehouse. So the entire system is working completely. I want to make one very important point to the field here, though. Do not depend on Springboard as your design of build. Springboard, and everybody comes on your team, tell them that this is something that you can participate in. our core product is e-commerce as a whole. And that's where from day one everybody's focus needs to be on training and understanding that and having the design of building this long term. То есть, Кен хочет сказать, с самого начала бизнеса почему-то люди уделяют большое внимание Springboard, но на самом деле это не основная часть нашего бизнеса, то есть это просто трамплин. Наша основная часть бизнеса, на которую вы в долгосрочном периоде зарабатываете огромные, то есть преуспеваете зарабатывать существенные деньги, это электронная коммерция, в целом, то есть это когда вы начинаете заниматься электронной коммерцией, и это основной бизнес, и это является основным продуктом. И вот по этому вопросу он как раз хотел отметить, что это основной бизнес, и он именно это подчеркивает. Окей, thank you, Кен, for this very wide explanation. this is really is needed. And Dennis has another question. Давай, Денис, вперед, говори, Да, есть вот... Говори. Смотрите, есть вот вопрос, сейчас Кен и говорю по поводу того, что мы нацелены работу на платформах, как раз в этом ключе вопрос, когда нам будут доступны все инструменты по автоматизации именно бизнеса, именно работа на платформе по торговле. Это вот первый вопрос, который очень многих моих партнеров волнует. Кен, Лена has the question, so when do we have all our organization? Well, when, what is the prediction, when we are going to have all our organization on our prime Excel and search? and the question, so what is your estimation when we are going to have this automation tool, tools for automation of this e-commerce part? The tracking and price tracking, item, like availability of the items tracking and all those things because when we do sales we need to see all those things. Agreed, and that's very much on our list as an executive team to get done. Brian is talking about trying to have all of these things finished by the end of the month to the beginning first week in February and thankfully we have Brian on here if you'd like to add to that comment but that is my clear understanding as to the design timelines and or before that period of time. Yeah, we're constantly adding tools and if you give me a second I can go to an update system base can't quickly emails because we do have some new e-commerce updates. We're adding eight videos to Excel. We are redoing some of the earlier videos that needed some clarification. Our prime training is ten times better. There's a special international section that's being added. Amazon shopping profit calculator is on there. so I'll get you a formalized list Lexi. I don't expect you to remember all of these but I can get an update to you today and then give you a schedule of what's going to be released at what point. I think we owe you that at least. . To Brian сказал что до конца месяца у нас будет много обновлений и он передал микрофон чтобы он сказал что в каком состоянии находится Brian заглянул в свою компьютер и у него есть отчет плановых работ и он упомянул что например 8 видео по поводу работы на платформе Excel сейчас добавилась в бэк-офисе. Также некоторые видео сейчас проходят дополнительную обработку и прояснение, и подтверждение. Также больше 10 новых приложений у нас сейчас тоже появится в бэк-офисе. Он сказал о том, что он предоставит сегодня, чуть позже, мне целый список когда что появится в бэк-офисе, с тем, чтобы мы могли это предоставить людям в плане информации. То есть это работа ведется, то есть у нас новые инструменты появятся в бэк-офисе, то есть и видео, и новые инструменты. Окей, окей, Брайан, I have translated this to people, so we are speaking about video tutorials, or we mentioning the tracking tools, like computerized... Он даст, я задал вопрос, мы говорим о видео обучении, или мы говорим о реальных продуктах, которые у нас будут как цифровой продукт, как софт. И Брайан сказал, что это будет оба, это и видео, и также это и программа. Я имею в виду вопрос о том, о продукте, который будет отслеживать продажи, вот именно там дропшиппинг и все остальные инструменты, чтобы мы могли торговать на площадках. У нас вот есть такая цель, естественно, чтобы мы могли именно отслеживать продажи. So, Лена asked the question о дропшиппинг, so she is mentioning the tracking system, tracking optimization to do the dropshipping sales. Brian, you still there? Yes, I'm just giving it up, writing all these updates down. Again, I'll get with our e-commerce product expert and get back to you on the specific questions that you have. И Brian сказал, что он получит, сейчас делает запрос специалисту, который отвечает за обновление платформы в плане инструментов для продажи. И сегодня позднее он предоставит нам этот отчет, данные, когда, в какие сроки у нас появится вот эта информация. Окей, экшелент, экшелент, Brian, thank you for this. Алексей, еще вопрос есть. Сколько нужно оплачивать партнерам, чтобы получать все бонусы по маркетингу? Не понял вопрос, Денис. Вот, ну, чтобы получать все бонусы по маркетингу, нужно оплачивать 50-50, 150, то есть, да, вот... Чтобы получать... Ну, не понял вопрос? Нет, не понял. Ну, смотри, чтобы получать все бонусы по маркетингу, достаточно 50 оплатить, да, долларов? За лицензию. Ну, там, насколько я понимаю, есть пакет, где надо 150, у нас есть компенсионный план, где написано, что, например, на уровне где-то 3000 долларов. А товароборот имеет смысл, пакет 150 уже. Вот еще вопрос. Учитываются ли переливы для квалификации? Я тебе могу ответить на этот вопрос. Переливы учитываются для получения бонуса по бинару. Но для бонуса, например, директора, где тебе предполагается 30 тысяч долларов товароборот, переливы в этом не участвуют. Часто только ты и твоя команда. Ну, без переливов. Все, отлично. Лена, у тебя есть больше вопросов, которые ты хотела бы задать? Может быть, у... Есть еще один вопрос такой. Видимо, когда система переходила с одной платформы на другую, многие партнеры купили больше продуктов, чем 15. Лично я, мне система дала купить, сейчас, наверное, всех шок будет, 163 продукта лично я купила. Как быть с этим? И много я знаю людей, у кого-то 30, у кого-то 80, у кого-то 40, 50. То есть, видимо, это был переход с одной платформы на другую, и такая возможность была и почему-то это все пропустила. Как быть с этим? Как доллара? За что? Когда? Ну, вот разъясните этот алгоритм. Полянка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова When there was transition from old system to new system, somehow the system led her to buy 163 items on her package. And her question is how it's going to be handled and, like, and some people have the same, you know, like some people bought 50 products, 60 products. And this, it was like one, two days. I think this system will come to the point that you have it even somehow. Yeah, Alexi, what I would say is let Brian get back with directors and get specific answers for you because the one thing that you'll never receive from us is fluff. We want to give you the correct answers on all the questions. But we want to make sure that they're accurate. And right now I would not be able to give you any Brian would at this time either. We've got to check back to the department head. We've got to check back to the department head. And Brian got this question and he will explain it in a better way. So it will not help you. And it will work well. Is there any other questions that we want to ask? Or are we already on this positive note? Or are we going to come back to the end? Alexei, Rida, do you have a question? Maybe to Nadine is a question? Or do you have a question? So there was a next question. Let's say somebody has a question. How fast do we see money available in our book office for further usage? Well, I know that Hitesh and the team that's setting all this up, that's the whole idea of the transparency. We want it to fall through very rapidly. Now, Amazon normally has a delay associated with it. So as you build your account, and even with Springboard, it still operates under Amazon's control lines. Usually it's 15 days before that money comes back to you through the Amazon process. Because remember, it's not actually Infinii that's going ahead and doing this. It's Amazon's rules that we abide by. So all of these things need to be detailed out so that any questions like this, because these are very, very valid issues, we need to make sure that everything is listed in the FAQs under that process so that your team members can go there and get the answers they can. If not, they can direct it over to customer service. Nadia, she's phenomenal at tracking stuff down. On the other hand... ... 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